Но хотя лето подходит к концу, тем не менее, всегда можно найти какой-нибудь маленький праздник для себя и практически в любом городе или поселке. Ну да, как раскрасить серые будни и победить пост-отпускной синдром, нам расскажет актриса Татьяна Плетнева. Кстати, сейчас она снимается в сериале, который скоро выйдет на нашем телеканале. С Татьяной встретилась наша коллега Наталья Панкратова. Смотрим рубрику «Завтрак со звездой». Доброе утро. Сегодня мы находимся в арт-кафе «Море внутри». И у нас в гостях актриса театра и кино Татьяна Плетнева. Татьяна Плетнева – актриса. В прошлом офисный работник со стажем. Благодаря яркой внешности является востребованной характерной актрисой. Сотрудничала с театром «Бригантина» и театром на Полтавской. Участвовала в КВН. Доброе утро, Татьяна. Спасибо, что вы к нам пришли. У нас сегодня тема «Жизнь после отпуска». Я знаю, что эта история вам знакома не понаслышке. Когда я закончила школу, были очень хорошие времена в нашей стране. И кино немножко у нас не снимали. Поэтому я пошла учиться на экономиста, управленца. Отработала почти 9 лет в кадрах, в экономике. И действительно мне знаком пост-отпускной синдром, когда ты возвращаешься с отпуска на работу. И тебе не хочется этого делать. У вас, может быть, сохранились в памяти какие-то методы борьбы с таким настроением? С доской. С таким настроением? Это только, мне кажется, друзья, какое-то любимое хобби может помочь. Я так понимаю, что вы уже были в сознательном возрасте, когда вы решили все бросить и начать новую совершенно жизнь. Поступили учиться на актерский факультет. В данном случае, я хочу сказать, что, наверное, профессия меня выбрала скорее, чем я ее. Нет, я, конечно, хотела быть актрисой всегда с детства. Потом увлекла меня рутина обычной офисной жизни. И когда я переехала со своей родины, пошла на курсы повышения квалификации кадровых работников. У нас была творческая лаборатория, которую преподавал режиссер из театрального вуза, которая сразу как-то обратила на меня внимание. И уже в конце вот этих вот всех занятий я ей робко спросила, а вот все-таки, если бы я после школы пошла поступать в театральные, приняли бы меня? На что мне она ответила, ну, это, конечно, большая лотерея, но шансы были. Я все-таки решилась, я ушла, я закончила дневное отделение театрального института. И вот сейчас уже в течение пяти лет снимаюсь кино. В данный момент у меня уже порядка где-то 150 работают. А трудно было совмещать какую-то учебу? И у вас же дочка, семья, то есть вот это все как? Я начала сниматься практически сразу, даже, можно сказать, до того, как поступила в институт. И мне это позволило все совмещать. И мы даже еще и отдыхать ездили практически там каждые три месяца, четыре месяца. А вот, кстати, часто у актрис бывает отпуск. Да, вот это, конечно, очень больная тема, ты не можешь ничего заранее запланировать. То есть если есть какой-то момент, есть какой-то кусочек времени, ты сразу бежишь и отдыхаешь. Или едешь куда-то, если есть возможность. Я знаю, что вы сейчас снимаетесь для сериала, который вот как раз делает телеканал «Мир». Да. Он называется «Развод». Расскажите, пожалуйста, о своей роли. Я играю в данном сериале соседку, главной героини, которые выпадают в разные всякие ситуации, которые моя героиня пытается, как бы в какие-то моменты она их предотвращает, а в другие моменты она обвиняет людей, которые... Да, это ты, я тебя помню. Вот так он... Ну, пока продолжается, не могу разглажать. Вы характерная актриса. Да. И для вас это плюс или минус? Вы когда-нибудь жалеете, что вот... Что я не героиня? Что вы не такая, может быть, на главную роль? К счастью, вот сейчас в наше время понятие героини немножко стерто, и то, что я характерная актриса, мне позволяет играть различные роли. Чему я очень рада, потому что я играю от милых добрых мамочек, заканчивая злостными убийцами. У меня есть и роли королев, есть роли там секс-любовниц каких-то, а есть наоборот каких-нибудь там деревенских женщин или бизнес-вумен. Поэтому я очень рада, что у меня такой этипаж, и я могу позволить себе разные роли. Я задаю всем один и тот же вопрос. Скажите, а вот как ваш завтрак проходит? Я... Дело в том, что, как правило, не завтракаю. То есть за редким исключением, просто, ну, организм не требует завтрака. Я уже обедаю. А есть какой-то у вас секрет, вот как легко проснуться? Ну, я лично ставлю будильник с интервалом 5 минут заранее, чтобы постепенно просыпаться. То есть ты знаешь, что ты поставил будильник. Если ты поставил, вот тебе конкретно надо пол-восьмого встать, ты пол-восьмого поставил будильник. И ты уже знаешь, что тебе полежать нельзя, надо сразу скакивать и бежать. А это очень вредно. И поэтому, если ты поставишь, например, 15 минут, еще 15 минут ты можешь поспать. Да, отличная идея. Вот этот, да, рецепт. Что бы вы посоветовали человеку, который всегда мечтал быть актрисой, но никак себе не может этого позволить? Человек, который через отвор шоу, у которого есть опыт. Десять раз задайте себе вопрос. Это вам действительно нужно? Вы проживете без этого или вы не сможете без этого жить? Если вы не сможете без этого жить, то действуйте. Татьяна, спасибо, что пришли. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас была в гостях актриса Татьяна Плетнева. Продолжение следует...